Это действительно программа «Всё так», и Алексей Виндиктов добежал наконец до этой программы. Добрый вечер, Наталья Ивановна. Добрый вечер всем, я очень рад, что вы добежали. Я добежал, и сегодня у нас будет актуализированный герой, один из самых крупных ханов Крымской Орды, соперник-брат, как сейчас говорят историки, Ивана Грозного, Девлет Гирей. Похожий. Да, но сначала объявление. Да, объявление. Ну, вообще, вы говорите, актуализированное. Ну, что ж, все про Крым, а мы хуже других. Вот всё, что я хотел объявить. А сейчас перейдём. Наталья Ивановна Басовская. Ну, сначала я объявлю приз, мы сейчас проиграем. Путеводитель по Крыму, Наталья Ивановна, он 2010 года, ещё в составе Украины. Интересно. Оранжевого цвета, на всякий случай. Но это один из лучших путеводителей, который я знаю. Это у нас, по-моему, Эксмошный, да, оранжевый гид. Да, Эксмош, совершенно верно. Издательство Эксмо. 10 экземпляров для того, чтобы выиграть этот путеводитель по Крыму. Вдруг пригодится. Никогда не знаешь. Да, написал Дмитрий Ершов. Вопрос очень такой простой. Он связан, конечно, с крымскими татарами. Во время Великой Отечественной войны был крымский татарин, знаменитый лётчик, дважды герой Советского Союза. Назовите его. Итак, дважды герой Советского Союза в Великой Отечественной войне, лётчик, крымский татарин, как звали, лётчика, дважды герой Советского Союза, крымского татарина, который, кстати, получил второе звание героя уже после депортации своего народа. Уже после, в 45-м году. О том, о ком мы будем говорить сегодня. Хан Крыма Девлет Гирей, персонаж 16-го века. Я бы назвала его антигероем крымско-татарской истории. Во всяком случае, для русской истории он был опасным антигероем, мрачной такой фигурой. Мне кажется, что пушкинские строки, знаменитый в поэме «Бахчисарайский фонтан», прямо адресованы Девлет Гирею. Хотя дворец построен в Бахчисарае в 18-м веке, строил иранский архитектор Амер, хотя он перестраивался, горел. Но вот глаз художника и чувства художника выхватывают буквально, мне кажется, картину жизни Девлет Гирея после его очередного, ну, самого страшного похода на Русь, о котором речь впереди. А вот что чувствует Пушкин. Покинув север, наконец, пиры надолго забывая, я посетил Бахчисарая в забвении дремлющий дворец. Среди безмолвных переходов бродил я там, где бич народов, татарин буйный пировал, и после ужасов набега в роскошной лени утопал. Вот как будто бы Пушкин зрит сквозь столетия, 1571 год, после сожженной Девлетом Москвы. Я вижу и чувствую это именно так. Так, несколько слов о том, где можно почитать про этого антигероя и вообще про Крымское ханство. Лучший труд, посвященный в русской историографии истории Крымского ханства, это труд историка XIX века Василия Дмитриевича Смирнова. Крымское ханство под верховенством Атаманской порты в двух фундаментальных томах. Но сейчас идут переиздания. До XV века уже вышла книжка, а в мае должна выйти XV-XVIII век труд Смирнова в издательстве Ломоносов. Обратите внимание. Замечательно интересная книжка Александра Андреева. Неизвестное Бородино. Вот ведь как. Молодинская битва у деревни Молодина, 1572 года. Там документы, хроники, летописи. Чрезвычайно интересная. Москва, 1997 год. Интересная статья Анны Леонидовны Хорошкевич, которая проштудировала «Русь и Крым. От Союза к противостоянию». Труд ее 2001 года. И книжка, которую я только что даже купила, специально для передачи отыскала. Виталий Викторович Пинской. Пинской, да. Это история Крыма. Иван Грозный и Девлет Гирей. Издательство «Веча», Москва, 2012 год. То есть, можно что-то почитать, хотя специальных трудов не так много, но история взаимоотношений Крыма и Московского царства в XVI веке на последнем взлете Крымского ханства, оно больше так высоко не поднималось. В XVI веке, мне как кажется, Московское царство и Крымское ханство Девлет Гирея сражались примерно на равных, хотя разные народы и разные цивилизации. А больше нет. И к XVIII веку, к включению в состав России, Крымское ханство шло как окраинное, постоянно опасное явление на границах русских земель, которые назывались, кстати, «Украйные земли». «Украйные». Вот оттуда и родилось название страны, которая сейчас у всех на устах и в голове Украина. Итак, персонаж Девлет Гирей. Обожаю, когда Алексей Алексеевич уже не один год говорит, как там наш мальчик. Наш мальчик родился. Начнем. Он родился в 1512, первой половине XVI века. Был сыном царевича Мубара Гирея, который, в свою очередь, был внуком... Нет, сам же он, Девлет Гирей, сын царевича и внук крымского хана Менгли I Гирея. По материнской линии он был связан с султанским домом Османской империи. И не с кем-нибудь, а с самим Сулейманом I великолепным. Отец Сулеймана Великолепного, Селим I Грозный, был такой момент в его жизни. Укрывался в Крыму в борьбе за власть. Дед Сулеймана Великолепного, боязид святой, который долго и мирно правил Османской империей, назначил юного Сулеймана, в будущем великолепного, в Крым, управителем, представителем Османской империи, Бейлер-беем, султанов Кафе, то есть Феодосии. В Феодосии бывал молодой, будущий великолепный Сулейман. Довольно любопытно, как-то думаешь, Крым, Османская империя, так далеко друг от друга. Нет, Крымское ханство было данником, данником Османской империи. Это очень важно, не частью, не в составе, но постоянным данником, хотя стремление сделать его частью тоже было постоянным. Вообще независимым Крымское ханство было очень недолго. При персонаже, о котором мы уже рассказывали, при Хаджи Первом Гирее, очень недолгие годы оно побывало независимым. Что оно такое, Крымское ханство? Обломок Золотой Орды. Вот это очень важно понимать, что с самого начала, от рождения своего по происхождению ордынскому, Крымское ханство враждебно. России крепнущей, рождающейся русской государственности, со временем Девлет Гирей скажет открыто, что я иду на Москву с тем, что все будет снова как при Батые, своем предке XIII века. То есть ось напряжения между Крымским ханством и Московским крепнущим государством имела глубокие исторические корни. Как сложилась жизнь юного Девлет Гирея? Сначала очень хорошо, потом очень плохо, потом опять хорошо и опять очень плохо. В 1530-м, 1532-м году, ему было примерно 18 лет, Девлет Гирей взлетел очень высоко. Выше, кажется, некуда. Он был своим дядюшкой, крымским ханом, Саадетом первым Гиреем, назначен калги. Калги – это наследник престола. Это выше некуда, это замечательно. Но в 1532-м году Саадет отрекся от престола недобровольно. Нравы там были жестокие. Странно, что он был незадушен. Девлет будет резче в своих действиях. Саадет его принудили отречься. И новый хан, Сахиб Гирей, заточил бывшего калги в темницу. Нашего Девлета. Нашего Девлета. Опять же, повезло. Проще было бы сразу удушить. Почему-то этого не произошло. Надо сказать, что в Османской империи вообще к этому времени абсолютно утвердилась практика, как нормальное, как естественное преступление на престол убивать своих родственников. Особенно братьев. Их, как правило, душили со времен Боязида I шнурком, шелком. И, как пишут их источники, это делалось ради спокойствия в государстве. И ради будущего спокойного правления. Но чтобы не грешить каким-нибудь Европа центризмом и привязанностью к Европе, скажу, что Хлодвиг, первый правитель Франкского королевства, из которого со временем родятся основы и будущей Франции, и части Германии, тоже в 18 лет был признан главным правителем. У них только рождалось единое правление. Первое, что сделал, разослал гонцов поубивать всех своих ближайших родственников, чтобы правление было спокойное. Так начинала знаменитая династия Мировингов. И так и здесь, заточен на несколько лет. Вот не нашла цифру точно на сколько. Но затем Девлет Гирей освобожден, какой-то либерализм невозможный, и уехал в Стамбул. К султану. А там уже правит Сулейман Великолепный. Они могли быть знакомы? Они были. Сулейман его заметит, отметит и отправит в Крым. То есть, они были знакомы. Иногда вот какие-то персонажи вроде не связываешь. Вдруг выясняется, что он прибыл ко двору Сулеймана. И был Сулейманом замечен, как пишут специалисты по этой истории. Ну, что значит замечен? Сулейман замечен в этих средневековых нормативах. Да только ли средневековых? Значит, получит должность. Значит, получит какую-то хлебную должность. Важную в то же время для правителя. И вот Сулейман назначил Девлет Гирея ханом, ибо ему чем-то в Крым, ибо чем-то Сулейману, мало ли чем, не угодил правивший там сихи первый Гирей, державший в свое время Девлета в темнице. То есть, он отправлен сместить дядю. Ну, мы сейчас, люди современные, начинаем, обремененные всякими моральными соображениями. Ой, хорошо, ой, нехорошо, как нехорошо дядю смещать. Их это не смущало совершенно. Ну, и в европейской истории, скажем. Вспомню у Ричарда Третьего английского, кого он только не смещал и не убивал, детишек убрал со своей дороги. А тут вполне взрослого, дядюшку надо сместить. К тому же он уже правил порядочное время, даже очень немалое. Это назначение Сулеймана, это 1551 год. Девлет уже не молод, ему 39 лет. И только тут уже не мальчик, замечен Сулейманом и отправлен в Крым. Он направил вперед своих эмиссаров к Сахибу-Гирею с фирманом, султанским документом, в котором было записано, что назначается новый хан. Как сюзерен, османские правители, как сюзерены, могли решать и смещать, пусть они там наследственные, ненаследственные, но раз вы вассалы, данники, то решать в Стамбуле, кому править, а кому нет. И хотя теоретически Девлет должен был быть благодарен дядюшке, что не убил в свое время, не удушил темницы, выпустил, ничего его не смутило, хотя, может быть, немножко смутило. Он прибыл с войском, на кораблях, его посланщицы уже предъявили грамоту Сулеймана о назначении Девлет-Гирея, но своими руками Девлет почему-то не очень захотел расправляться. Вот, может быть, за то, что тогда не удушил. Поэтому он освободил из инкерманской тюрьмы, это окраина Севастополя, инкерман, ныне очень известное место, там каменоломни, там делают дивные вина инкерманские, по-моему, лучшие крымское вино. До 1475 года там было православное княжество Феодора, вот на этом месте инкермана, очень древнее, восходящее к VI веку. Ибо туда, в VI веке, якобы прибыл человек, ставший затем святым, Климент, сосланный императором Трояном. Тоже удивительно не убитый, а сосланный в эти немыслимые дебри. И там, вокруг монастыря, который он основал, этот святой Климент, выросло вот это маленькое православное княжество Феодора, со временем, в XV веке, поглощенное крымскими ханами. Итак, из этой тюрьмы, по велению Девлета, претендента на престол, был освобожден некто, родственник Бюлюк. Бюлюк Гирей, внучатый племянник правящего Сахиба Гирея. Этому Бюлюку, очевидно, это ясность последующих событий, поручено убрать всех, срубить под корень. Он был очень добросовестный, Бюлюк, расправился с Сахиб первым Гиреем, лично задушив его, вот как родил. Но он за это очень быстро платился. А также убиты были уже не его руками Бюлюка, но по его приказу сыновья хана Сахиба, во главе с Колгой, с наследником, которого звали Эмин Гиреем, и которому было всего 14 лет. Бюлюка это не смущало, и Девлета, видимо, тоже. Бюлюк Гирей получает высшую награду от нашего персонажа, от Девлета. Он назначен Колгой. Да здравствует новый Колга при новом хане Девлете первом Гирее. Но очень скоро Девлет Гирей лично убил Бюлюк Гирея, как пишет замечательный вот этот русский историк Василий Дмитриевич Смирнов, по самому ничтожному поводу. Повод он, правда, к сожалению для меня не описал. Ну, может быть, Бюлюк не так стоял, не так нагнулся, не так низко. Надо же было падать ниц. А может, он считал, что за заслуги можно не совсем, мало ли что. Новым Колгой стал старший сын Девлет Гирея Ахмед. Вот она, благодарность правителей за выполнение черной палаческой работы. Дело типичное, изурядное. Надо сказать, что Крымское ханство в это время находится на стадии расцвета. У него много данников. Это в свое время были адыги, потом нынешние молдовы, молдавские земли. Это Польша и до 1685 года Россия. Будущее России. Московское княжество. Теперь вот царство. В царство оно превращается именно в это время при Иване Грозном. С начала 17 века крымские ханы не раз пытались уйти от зависимости османов. Тут использовали запорожцы. Они иногда помогали крымским правителям в борьбе с османами. Иногда наоборот. Иногда русским, иногда наоборот. Далеко еще было до полной потери независимости крымским ханством. Как известно, это будет при Екатерине в 18 веке, во второй половине 18 века. А пока Девлетт I Гирей уселся на ханский престол Крыма. Вот ей богу Пушкин видел его после набега. Он сел на долгие годы, хотя ему немало лет. На 26 лет. Он умрет в 65 лет. Не в бою. Практически 20 лет из этих 26 непрерывно посвящены битвам, сражениям против русского, московского княжества, затем царства. Это главная его цель. Княжество становится в 1547 царством на престоле молодой и очень энергичной во внешней политике. Но во внутренней мы тоже знаем, энергичной. Иван Грозный, Иван Васильевич. Грозным он станет, как говорят, только в 18 веке. Как историки пишут историю, в какой-то мере это факт. При жизни это был царь Иван Васильевич. Который, конечно, держал всех в очень строгости большой. Но молодой, ему 21 год, он уже несколько лет на престоле, он начинает активнейшую политику борьбы против обломков Орды. Но начинает он не с Крыма. Крым как бы в тылу остается. А с Казанского ханства. Это знаменитая история покорения Иваном Грозным в Казани. Это не удар по Крыму, но и удар. Наталья Ивановна Басовская. В Москве сейчас 18.35. И у нас есть, конечно, победитель. Я вас спросил, разыгрывая книгу «Крым. Оранжевый гид». Еще раз, 2010 года. То есть, аутентичный Крым, я бы сказал. Я вас спросил, кто был дважды героем Советского Союза, крымским татарем. Мы тут же начали писать, что у него мама была крымская татарка, а по отцу он был лак, но народ все знает. Этого человека звали Амет Хан Султан. Замечу, я не Ахмет, а Амет Хан Султан. Действительно, дважды герой Советского Союза. И путеводитель по Крыму, который еще пригодится. Девлет Гирей. Взлет и закат Крымского ханства. Наталья Ивановна Басовская. Наш мальчик. Наш мальчик вырос. Следит за тем, как Иван Грозный пошел воевать в Казань. Да. И он пытается уже... Вот он намного старше Ивана Грозного. А соперничать они будут, в общем, какое-то время на равных. Старше, опытнее, молодой Иван Грозный начинает с того, что сразу заявляет какие-то очень серьезные претензии вчерашнего московского княжества, а с 1547 года царства, на укрепление своих позиций, своих границ, на расширение своей территории. И в течение 1547-1552 он постепенно, шаг за шагом, до осады это доходит, завоевывает, до осады Казани, Казанское ханство. Любопытно, что Девлет Гирей пытался предотвратить падение Казанского ханства. И летом 1552 года, уже понимая, что Казанское ханство вот-вот может рухнуть, он пытается, ну, так сказать, с тыла помочь второму обломку Орды, одному из обломков Орды, Казанскому ханству. Он сначала ввел войско к Коломне, но узнал, что там сам Иван IV ждет его под этой Коломной, пошел на юг, к Туле, осадил город. Иван IV послал на помощь войско, примерно 15 тысяч человек, на помощь Туле, во главе с князьями Щенятевым и Курбским. Андрей Курбский сбежит в Литву только через 12 лет, когда узнает, что выпал из милости Ивана IV, а у Ивана Васильевича, если не в милости, то непременно в немилости и плаха рядом. И Андрей Курбский, как известно, бежит, и начнется знаменитая его переписка с царем Иваном. А пока он участвует в борьбе с Девлет-Гиреем, какие персонажи связаны с этим Девлетом? Сулейман Великолепный, Иван Грозный, Андрей Курбский. И на равных. Да, они в одном котле варятся. Была вылазка из Тулы, и совместно с войсками, посланными Иваном Васильевичем, они победили и изгнали Девлет-Гирея, Казань пала в августе-октябре, после осады в августе-октябре 1552 года. То есть акция Девлета по поддержке казанского ханства, спасение его провалилась. Развивая успех в Казани, в 1555 году двинул походом на Крымское ханство. Вполне логично. 3 июля 1555 года было известно сражение у села Судьбище. Летописцы пишут «Битва на Судьбищах». 150 километров от Тулы. Удачное для русских сражение. Во главе был боярин Иван Васильевич Шереметьев, Большой. С главными силами Иван Васильевич двигался в это время к Туле на помощь. Девлет Гирей разумно убежал в степи. Как интересно описывают источники впечатления вот это, а потом пересказывают специалисты очень ярко, от убегающей вот этой орды, как она просто растворяется в просторах степей. И кто-то выразился очень интересно, что они ориентируются, эти кочевники, в степях, как опытный лоцман в море. И вот они знают эти степи. А для русских это незнакомая местность, незнакомая тактика. И тогда они останавливаются. Они правильно делают, разумно, что не мчатся с ними дальше до Бахчисарая. В 1556-70-м непрерывные походы Девлет Гирея на южно-русские земли. Разорены рязанские земли. Совершен поход на Астрахань совместно с турецким войском, чтобы... Она уже захвачена Иваном в 1556-м. Он пытается, Девлет, совместно с турецким войском отбить Астрахань. Не удается. И, наконец, 70-е годы, начало 70-х годов, это самые замечательные эпизоды борьбы между Девлет Гиреем и Иваном IV. Борьбы Крымского ханства, все еще претендующего на очень сильные позиции в этой части Европы, на границе движения в Евразии. Они претендуют на что-то очень большое. Последний раз. Больше никогда так не будет. Но здесь заявка очень сильная. Весной 1570-го года Девлет Гирей направил Орду, огромную, 50-60 тысяч человек, хотя дальше будет больше, под командованием своих сыновей, Калги Мехмеда и второго Адиля. И они опустошили земли вокруг Рязани и Каширы. То есть они стали бедствием. Бедствием очень большим, постоянным. А надо вспомнить, что в это время идет тяжелейшая и неудачная для русских Ливонская война. Она начала с 1558-го, после взятия второго ханства Астраханского, и будет тянуться до 1583-го. Это война против Ливонского ордена, против Швеции, Литвы, Польши, которые объединились в единое государство Речи Посполитая. Тяжелейшая, изнурительная, в которой была только одна крупная удача. И мы, Алексей Алексеевич, о ней рассказывали. Оборона Пскова против войск Стефана Батория. Это 1581-1882, неполный год. Зимняя оборона. Это славнейший эпизод в истории русского оружия, мужества. Когда псковичи отстояли город, казалось бы, в невозможном положении. На стороне Батория были очень опытные воины из Венгрии, Польши. Венгров даже было больше. Сам Баторий был крупным специалистом военного дела. Псков отстояли. Но в целом Ливонская война оттягивает огромные силы, средства, но не дает успеха. Как известно, она и не станет победоносной. Выход к морю не будет отвоеван. А здесь, в тылу, наш Девлет Гирей. Весной 1571 года он собрал большой поход на Москву. Две версии. Что поначалу он, хан, собирался только всего-навсего опустошить земли вокруг Москвы. Но к нему прибыли перебежчики из Москвы, о которых дружно пишут все современники-летописцы. Сын Боярский Тишинков сотоварищи. Некие люди, которые пришли к Девлету и стали убеждать его, что войска в Москве мало. Что правда было. Да. Потому что все на Ливонской войне. Конечно. Дружины. Боевые дружины. Все происходит в адских трудных условиях. И что надо идти на столицу. Вот есть версия туманная, но ее мало кто принимает. Не было ли это тайной такой спецоперация направить их и там разбить, что потом не очень удалось. Сомневаюсь, но версия есть. Они, что очень важно, подсказали Орде, подсказали военачальникам, переправы через Угру. Эти переправы были очень важны. Опять Угра. После стояния на реке Угри опять не прошло историю. Знаменитое стояние 1470 года. Маленькая речка, какая переправа. Маленькая речушка. Русские того времени, Алексей Алексеевич, в отличие от нас с вами, очень ценили высоко. Называли эти переправы, эту речушку, пояс Пречистой Богородицы. Считали важнейшей защитой на подступах к Москве. И вот этот пояс Богородицы даже придавали ей какое-то мистическое значение. Защитит и спасет. Был преодолен по подсказке лазутчиков. Все-таки они были пока остановлены очень трудной ценой. 23 мая. При этом Иван Васильевич удалился из Москвы. Опять по-разному судят. Одни говорят, струсил. Другие говорят, так должен был сделать. Мало ли что, хуже было бы, если бы царь был захвачен. Что и Петр, когда надо, отдалялся от передней линии войска. Ну, как ни суди, вот удалился. Удалился в это время. Удалился. В Ростов. Удалился в Ростов. И 23 мая русские полки под руководством князей Бельского и Мстиславского заставили Орду отступить. При этом Бельский ранен. Редчайший случай, когда боярин высочайшего ранга главнокомандующий ранен в сражении. Детали опять непонятны. То ли он пошел рубиться в первые ряды, что нетипично. Он не должен был. Не должен был. Или это какое-то отдельное несчастье. Но тоже характерно, какая же была сеча, если ранен главнокомандующий. Но самое главное было впереди. 1571 год. Вот они как волны, вот эта Орда накатит. Ее отбили. А они накатывают снова. 24 мая сам Девлет Гирей лично подошел с главными силами и стал лагерем в селе Коломенском. Сейчас метро Коломенское. Он, конечно, не видел, что там будет метро. Но во всяком случае мы точно знаем, где стал лагерем Девлет Гирей. Это не что-то абстрактное. На внешней территории Москвы. Это прямо было здесь. Как мы с вами когда-то, передача была у нас о Великой Смуте, о самозванце, Марине. И мы поняли, что бой решительный был здесь, рядом с эхо Москвы, где командовал Пожарский решительным сражением. Он, его не пустили в Москву. Он встретил очень большое сопротивление. Отличился будущий герой главного сражения при Молодях, Воротынский Михаил Иванович. Героически не пустили. Но Девлет послал контингент, скажем мы так, трудно сказать сколько, но немало тысяч человек, поджечь. Они подожгли предместе. Но поскольку Москва была деревянной, пожар стремительно распространился. И выгорела Москва, как считается, часа за три практически полностью. Было отправлено посольство к Ивану Грозному с требованием отдать Казань и Астрахань. Ситуация была такой тяжелой, что Иван Грозный ответил, готов отдать Астрахань. Но тут, окрыленный тем, что Москва сожжена, что захвачены тысячи. Каждый раз в полон увозили тысячи русских людей. Это же товар. Это товар. Через Кафу идет работорговля. А Кафа это Феодосия. Напоминаю. И тут Девлет Гирей ответил, ну нет, не согласен. Тем более только Астрахань отдаешь. Приду сам. Примерно такой текст. И сяду на твой престол. Вот что такое Девлет Гирей в нашей отечественной истории. Приду сам. Отправляясь в очередной поход, это 1572 год, получив большую поддержку Османской империи, не менее 7 тысяч янычар, он считал, что он победит непременно. Он был так уверен, я бы сказал, так самоуверен, что писал в своих документах, еду в Москву на царство. Более того, такие встречались у него выражения, как Батый установлю власть над Москвой. Он хотел вернуть 13 век. Начал раздавать земли русские, пока не извоенные. Но он раздавал грамоты, отдал некоторые города своим сыновьям. Ох, у русского народа на все такие случаи есть пословицы всякие. И что не надо гоп говорить, пока не перепрыгнешь. Да и мало ли, что дурная примета, загодя торжествовать. Обещал турецкому султану, высшая точка, что пригонит Ивана IV в плен. Правда, в Крым, но ради такого дела султан снарядит специальный корабль, я думаю, до Стамбула. И так самоуверенно, твердо, жестко, как сейчас принято говорить. Стареющий Девлет Гирей, ему в 1972 году 60 лет. Идет ва-банк. Вот это будет самое правильное выражение. 7 тысяч янычар, а всего войска не менее считается 120. Кто-то говорит 150, что может быть преувеличение тысяч человек. Кажется, что русские обречены. Им просто не собрать такой численности в условиях Ливонской войны, предыдущих, когда они отбивались только что от Москвы, разграблены рязанские, каширские земли. Это все под Москвой. Кажется, что дело безнадежно. Но именно это, я тут как Лев Николаевич Толстой, которого искренне люблю, хотя в его исторических суждениях есть спорные моменты, но есть один, который мне кажется бесспорным. Знаменитый дух войска. Мне кажется, что в русском менталитете, как раз с той поры, ведь в это время вот это царство московское, вчерашнее княжество, и становится, правда оно еще будет в большой опасности в начале 17 века, но база подготовлена, есть какое-то самосознание, есть глубокая неприязнь к этим степнякам и к их постоянным изнуряющим набегам. Ведь нет ничего этнического в знаменитом там выражении про незваного гостя. Это не этническое. Это воспоминание о том, что крымско-татарская орда была постоянной угрозой. И что русские были данниками? Были данниками. Не включали в состав, конечно. Подарки знаменитые посылали. А ханы крымские еще говорили, достаточно ли прислал. Подарочки были нормой. И дорогостоящие подарки. И вот тот факт, что позади сожженная Москва, по-моему, становится решающим условием знаменитого сражения, которое назвали, вот я называл автора Андреева, который говорит, что это неизвестное Бородино, битва при деревне Молоди. Это река Пахра, район Серпухова. Примерно. Все наше, все здесь. То метро, то 50 километров от Москвы. Битва длилась пять дней. Это трудно себе представить. И летописцы, совершенно в духе средневекового летописания, то ли подражают традиции, то ли выражают ее, то ли правда. Ручейков и речек вокруг много. Самая полноводная Пахра. Но все-таки это не Волга. Что они окрасили за эти пять дней кровью и русской, и крымско-татарской, и турецкой. Ибо жертвы, которые тогда считать не очень умели, считали нужным, но курганы вокруг этой деревни Молоди есть, и они напоминают об этом великом событии. Жертвы были бесчисленны. Эти многие тысячи людей. Командовали русскими войсками, у которых было примерно 25 тысяч. 120 или 150, удивля-то, не знаю. Но у русских больше 25 тысяч не было. В формально численном соотношении это безнадежно. Два командующих, Михаил Иванович Воротынский и Дмитрий Иванович Хворостинин, которых специалисты считают одними из ранних славных русских полководцев, с очень разной судьбой, но чуть позже. Они разгромили за эти пять дней Орду. Как они смогли это сделать? Напоминаю, степняки и русские войска, которые никак к степнякам не отнесешь, это другие земледельческие края, и строй, и военные традиции у них другие. У русских была явно более сильная артиллерия, которой Орда противостоять не умела. 16 век уже век огнестрельного оружия повсюду. И они применяли маневры на пересеченной местности, чего опять степняки не понимают и не умеют. Делая вид, что отступает, замечательный Воротынский заманивал их в лощину, где они грудами потом валились друг на друга и давили друг друга. А Воротынский с малой силой убегал. То есть применяли хитрости, маневры и что-то такое, что потом прозвучит много столетий спустя позади Москва. Лучше Карамзина не скажешь. Я позволю себе процитировать прямо отрывок из книжки Карамзина, из замечательной истории государства российского. Вот так надо писать историю, которую приводит Александр Андреев. Можно взять было и подлинное издание, но это книжечка потоньше. Пишу, читаю. Россия... Вот очень интересно. Что, какие цели, пишет Карамзин, преследовал Девлет? Астраханское, Казанское ханство, ну и так далее. А россияне стояли за все, что еще могли любить жизни. За веру, отечество, родителей, жен и детей. Москва без Иоанна, который опять удалился, тем не менее умиляла их сердца с жалостью, восстав из пепла, как бы единственно для нового разрушения. Как образно и точно. Как больно и страшно было. Вот мы начали ее возрождать. Два месяца только расчищали улицы после Девлетового поджога. Улицы Москвы. Вот два месяца расчищали, начали строить, и вот они снова здесь. Вот пишет Карамзин. Берегал опасней, и рожая облилися кровью. Стреляли, но более секли с мечами в схватке отчаянной. Хотели победить дерзостью, упорством. Но князь вратынский и бился, и наблюдал, устраивал, ободрял своих, вымышлял хитрости, заманивал татар в места, где они валились грудами, и так далее. Утомились, начали слабеть, невольно ждали конца, делу сему. Потом и кровью орошенной воевода зашел узкую долину в тыл неприятелю. Битва решилась. Итак, маневр. Маневр князя вратынского, который зашел в тыл, сам с изможденным войском, но не менее изможденному и понесшим огромные потери крымско-татарскому воинству. Они бежали. Поразительно. Многие тысячи. От них осталось мало. Как пишет опять-таки Карамзин, считается, говорят, отмечается, что вернулись в Бахшисарай ну не менее, не более 15 тысяч человек от грандиозного воинства. Наверное, для Ивана Грозного было ужасно то, что князь Воротынский Михаил Иванович стал знаменитостью. Им все восхищались, ибо это пятидневное сражение, их в растениях тоже, но вот Воротынскому это вышло боком. Как пишут очевидцы, он внезапно выпал из милости царской. А при Иване Грозном выпасти из милости это значит быть убитым. Не прошло и года, как в 1573 году Воротынского казнил смертью Иван Васильевич. Вот она царская благодарность. Не так отличается от ханской, о которой я сегодня уже говорила. А так что ж Девлет Гирей? Как его жизнь сложилась дальше? Да и жизни-то оставалось немного. После 72-го он пять лет, хотя и не так и мало. На Москву он более не ходил. Короче говоря, вот эта битва при Молодях, отчаянное сопротивление русского войска, это неожиданная победа, которая для Девлет Гирея была, конечно, предметом крайнего изумления. Она подорвала авторитет Крымского ханства. Подорвала его возможности. Начался закат. Сам Девлет Гирей умер в 1577 году от чумы, застав начавшуюся на закате жизни борьбу между сыновьями Калгадом Мехмедом Гиреем и вторым братом Адилем Гиреем. Он не узнал, кто победил. Победил Мехмед Второй. Сик Трансит Глория Мунти и Глория Девлета Слава закончилась быстрым закатом. Наталья Басовская в программе «Все так». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова